Центральная избирательная комиссия продолжает подводить итоги голосования выборов президента. В целом по стране явка избирателей составила больше 67%. С большим отрывом побеждает Владимир Путин. Своё доверие ему оказали почти 57 миллионов человек. В Алтайском крае картина по явке избирателей от общероссийской особо не отличается. В нашем регионе проголосовали больше 65% избирателей. Это 1 миллион 191 тысяча 630 человек. По последним данным края избиркома, наибольшее количество голосов жителей региона отдали за Владимира Путина. На втором месте Павел Грудинин, далее идет Владимир Жириновский. Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский, Борис Титов набрали, так же, как и по всей стране, меньше 1%. Бичани же на президентских выборах тоже проявили себя активно. О том, как в нашем городе проходило голосование, какой процент набрали кандидаты, расскажем прямо сейчас. Приходить на избирательные участки бичани начали еще задолго до их открытия. Первыми проголосовали пенсионеры, люди средних лет и те, кому нужно было бежать на работу. И тут делать такую ситуацию, надо идти. Вот я пришел. Если хотим лучше жить, значит надо бороться, голосовать. Я всегда голосую при любых обстоятельствах. Для меня это важно. Всего в Бийске работали 99 избирательных участков. Большая часть из них были оснащены КАИБами, которые сразу обрабатывают бюллетени. Бюллетень обработан. Спасибо. На случай форс-мажора рядом с электронными стояли обычные урны. Также на всех участках была организована работа выездных бригад. Стараемся учесть всех. Глава Бийска Александр Студеникин исполнил гражданский долг в третьей школе. Из-за высокой явки в тот момент, прежде чем получить бюллетень, городоначальнику пришлось постоять в очереди. Я считаю, что каждый из нас, каждый гражданин, каждый житель города Бийска должен отдать свой гражданский долг, должен проголосовать за свое будущее, за будущее детей, за будущее страны Алтайского края и города Бийска. Председатель Думы 7-го созыва Сергей Ларейкин голосовал на 379-м участке, расположенном в первой гимназии. Государство тратит огромные средства для того, чтобы узнать мнение народа о своей работе, поэтому это гражданский долг каждому прийти и проголосовать. На этих президентских выборах было немало нововведений. Так, на каждом участке работали общественные наблюдатели. Они следили за ходом голосования, погашением и подсчетом бюллетеней. Мы отслеживаем, прежде всего, нарушения. Если они есть, то, конечно, мы на это обращаем сразу внимание. Никаких больше интересов мы не представляем. Еще одно отличие этих выборов – проект «Мобильный избиратель». Для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, достаточно было заранее подать заявление через портал госуслуг. В Алтайском крае такой возможностью пожелали воспользоваться больше 17 тысяч человек. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, как и многие его коллеги, за будущее страны голосовал в своем регионе, в родном Бийске. Я провел достаточно большое количество встреч. Это и ветеранские организации, это молодежные организации. Мы совместно с коллегами проводили встречи с избирателями. И могу сказать, что действительно люди хотят голосовать, люди хотят идти на избирательные участки. И сегодня выборы проходят в настоящей праздничной атмосфере. В Бийске на многих избирательных участках царила праздничная атмосфера. Играла музыка, была организована торговля свежей выпечкой, проходили различные дегустации. На участки бийчане приходили семьями. Так депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Абрамов пришел с супругой и дочерью. Мы сходили, выполнили свой гражданский долг. Кроме того, я проголосовал за проект «Городская среда». В нем участвует территория, которая находится на моем округе. Люди приезжают на вокзал. Что они в первую очередь видят? Видят торговые центры, недостроенную церковь. Ну и вот неухоженную аллею. А хотелось бы, конечно, чтобы это все было красиво и благоустроено. Что касается явки избирателей, то в Бийске она составила больше 50%. Хотя 6 лет назад на президентских выборах бийчане были менее активны. Тогда участки посетили 48% избирателей. Сейчас по предварительным итогам голосования большинство избирателей поддержали Владимира Путина. За действующего президента свои голоса отдали около 63% бийчан. В 2012-м было около 55%. Больше 25 тысяч жителей Наукограда проголосовали за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. На третьем месте либерал-демократ Владимир Жириновский. С результатом чуть больше 6 тысяч голосов. Остальные кандидаты Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин и Борис Титов не смогли заручиться поддержкой и набрали по несколько сотен голосов. Евгений Плохотин, Анастасия Исаева, Иван Зяблицкий, Сергей Таровских. Будни.